Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 4 октября. Уже вторую неделю у нас стойко стоят минусовые температуры ночные. И потому как подмерзли не только вот эта вот зелень, но и плоды томатные, можно понять, что мороз не слабый по ночам у нас. Вот вчера было минус 2. Сегодня я остаюсь сейчас вот в 8 утра, сейчас минус 1. Но ясно, что раньше утром или ночью был мороз, наверное, вообще хороший. Инеем каждый день покрываются и кучи, которые мы еще не успели вытащить, и листья сорняков вот так вот в изморозе. Доубирать огород, доподготавливать грунт мы пока не смогли все полностью, потому что у нас неделю назад, как начались дожди, и был все дождь, дождь днем моросящий, ночью мороз, днем дождь. Короче, условия очень неблагоприятные. Сейчас покажу, какие морозы по помидоркам. Вот я говорила, что судя по плодам, что замерзают не только листики, но и плоды. Видите, все. Помидорки замерзают в кость. Это значит, морозы ночью очень большие. И вот те помидоры, которые не успели убрать, они, конечно, все замерзли. И если сидера там на улице, скорее всего, вот эти ранние морозы не дадут полностью вырасти, то вот эти вот растения в теплице, у них, конечно, более лучшие, комфортные условия. Вот эта теплица у меня номер один, в которой есть подогрев. И которую я позже всего засеяла. Но сейчас, видите, двери закрыты. При закрытых дверях, ясно, что здесь никакого обогрева нет сейчас, сидераты вырастут, успеют вырасти, потому что здесь намного дольше будет плюсовая температура сохраняться. Ой, стою, что-то уже зуб на зуб не попадает. И вот каждый день, утром выходя, я вот собаку выхожу кормить, и, глядя на погоду, мы потом, если, например, солнца нет, ждем часа 4 или 5 часов, когда наступит хотя бы плюс, чтобы в огороде что-то поделать. Потому что у нас еще даже не все убраны кусты. Сейчас покажу вам. Видите, покрыты инеем кустики, некоторые нужно убирать. Яблоня вся в изморозе. Ну все, все замерзло у нас. Конечно, как тут помидоры бежут, когда вода даже замерзает. Ой, ну вот как работать в огороде при таких температурах? Конечно, ждем. Вот эти все грибалки лежат. Я при таком морозе работать не могу, потому что у меня есть хронические заболевания. Я боюсь простыть лишний раз, не нужно мне это. И я лучше иногда брошу огород неубранным до весны, хоть там какие-то участки, если останутся, чем копаться вот в такой температуре, когда стойкий минус холодно. Ну и к чему я все это говорила и веду вас сюда, а к тому, что в это же самое время еще в уральской теплице у нас растут томаты, растут еще и плодоносят. Вот вчера собрали два последних лотка. Ну не знаю, последних или нет, но, короче, вчера собрали два еще целых лотка спелых томатов. О, сейчас проберусь. Из них была козула. Вот еще до сих пор висит козула. Вон видите, еще спелая. Я не уверена уже, что сами кусты растут в это время полноценно. Но томаты, которые там оставляли мы, они висят и созревают на кустах. Ой, блин. А, хочу ответить на вопрос. Был вопрос, почему лежат томаты, которые я сказала, будем в подвал на хранение, лежат они в мешочках. Очень просто. Просто, чтобы не перепутать сорта. Вот здесь лежат всего две помидорки. И у них бумажка. Я когда в подвал буду раскладывать их по лоткам, я положу эти две помидорки, рядом положу бумажку, чтобы узнать, какой сорт, сколько хранится. Ведь нужно, чтобы они были подписаны. А для этого, чтобы их донести до туда, нужны и мешочки, и бумажки. Потом из мешочков я выкладываю. И, кстати, вот ради чего все это я снимаю, что в теплице, хоть они и холодненькие, но они, ни одна помидорка не замерзшая, и я думаю, что если бы мне нужно было, если бы я здесь включила еще подогрев грунта, то они еще дальше росли бы и плодоносили. Вот такая ситуация у нас сегодня на 4 октября. На улице все замерзло, а в уральской теплице у нас еще живут помидорки. И я жду, не дождусь, когда они все-все-все вызреют. Специально не срываю. Хочу еще сейчас заглянуть в чудо-теплицу. И подошла, когда, смотрите, весь замок идием покрылся. Вот здесь вот, вот она, видите, снег, изморозь. Живут ли там помидоры, что-то я сомневаюсь. Ну, в смысле, как? Жить-то они живут, но не вымерзли ли они у меня там? Ну, к сожалению, такие вот заморозки, минус 4, томаты в чудо-теплице уже не выдержали. Видите, они же были свежие, я вот неделю назад показывала, как кипятком обшпаренные. Для сохранения, если бы у меня здесь были плоды, если бы я хотела сохранить для дальнейшей жизни их, то вот эту ткань, скорее всего, как делают правильно люди, нужно было закрыть еще целлофаном. Ну, конечно, такой минус, что даже все лутынием покрыто изморозью. Все. Жизнь в чудо-теплице прекратилась 4 октября. Но это и то хороший длительный показатель, потому что на улице у нас уже давным-давно нет ничего. И ясно, что у нас уже можно сказать, что зима. Да, уральская теплица удивила, когда вокруг иней снег, а мы вчера принесли с уральской теплицы вот эти три лотка. Но они не полные три, но полных два полноценных. И причем не какие-то там запупыши. Смотрите, вот это вот еще козула такая есть здоровая. Вот это фиона, которой я восхищаюсь, про которую хочу отдельный видеоролик снять. Ну и всякие там. Конечно, есть маленькие, но дело в том, что томаты пригодные для еды. Целые, хорошие и вкусные. Вот в уральской теплице дольше всех результат.